Я подумала, если мы сегодня поедем в парк, и там будут белки, то я же могу вот здесь купить, здесь есть арахис, здесь есть семечки. Вот такой, один 12 евро. Нет, друзья, за 12 евро я не готова. Ну все, началось уже, штолины появились к Рождеству. С одной стороны к Хэллоуину продукту, и с другой стороны к Рождеству. Сейчас заварюсь вместе с этой сумкой. Булочка такая мягкая-мягкая вся. Глаза она не полезная. Такая булка. Не, не буду есть. Всем большой привет. Доброе утро. Как сделать так, чтобы радио выключилось. Сейчас, знаете как, у меня за 30 секунд буквально обменялись все планы на сегодняшний день. План был такой. Я осипла, охрипла, вроде бы в караоке нигде не пели, а что-то с голосом моим. План был такой. Я сейчас собиралась по магазинам проехаться, купить все, что нам нужно на следующую неделю. А дальше, после обеда, поехать погулять. Дело в том, что Ванек у нас, он не разболелся. Он себя нормально чувствует, но у него есть какая-то заложенность носа. Я не хочу, чтобы он бегал, чтобы у него какие-то активные физические нагрузки в этот период были. Поэтому на регби он сегодня у нас не пошел. Вот. А погулять, я думала, что вполне ему нормально было бы. И вот выхожу я сейчас для того, чтобы ехать в магазин. А на улице такой ветер. Просто, я не знаю, даже какой-то нереальный. И вообще, все волосы вот так вот. Если после обеда погода будет точно такой же, то я думаю, что никуда мы не поедем, наверное. В общем, короче, не знаю. У нас нарисован значок ветра был, но я чуть не предполагала, что это так сильно. У нас... Сейчас попробую показать вам. Посмотрите облака, как плывут. Я не знаю, будет это видно на камере, не будет. Вообще кошмар какой-то. Как будто на карусели, как бы голова не закружилась. Вот. В общем, планы пока меняются. И пока такое подвешенное состояние. Не знаю, что делать. Вчера мы были в гостях. Вот. Тоже никуда не ходили гулять. Ожидалась плохая погода. Но вчера было солнечно. Сегодня ожидалось вроде как нормальное, но сегодня ветер. Первый магазин, куда мы с вами приехали, это зоомагазин. Нужно купить к эрке еду. Сначала собаки, потом на оставшихся себе. Кстати, солнце выглядывает. Очень непредсказуемая вещь погода в Ирландии. Ладно, пойдемте в магазин. Чувствую, что-то закрыт магазин. Мне кажется. Может такое быть? Может? Может, не может. Слава тебе, господи. Берем с вами этот корм. О, тяжелый. И идем. Идем сразу на кассу. Даже времени не буду тратить. Ничего смотреть. Я сейчас увидела, как на кассе одна женщина покупает для птиц корм. Вот какие-то там семечки. Что-то такое. Разные всякие зернышки. Я подумала, если мы сегодня поедем в парк, и там будут белки, то я же могу вот здесь купить. Здесь есть арахис, здесь есть семечки. Пожалуйста, можно себе купить, пожарить. Так, подождите. Еще вот тут вот есть семечки. А, это не семечки. Это уже что-то другое. Какие-то черви засушенные. Какая гадость. Так, арахис. Вот такой вот есть. Но я, пожалуй, возьму что-нибудь самое недорогое. А это, наверное, семечки. Белки же едят семечки. Или нет? Белки едят семечки. Скажите мне, наверное, да. Так, а что еще? Ладно, может арахис взять? Нет, возьму семечки. Дальше мы с вами в хозяйственном магазине. Настоящие, кстати, металлические. Знаете, раньше пластиковые одно время начинали делать. Ничего себе написано, что это удалитель известкового налета с чайника. Как так? Положить в чайник, оставить продукт в чайнике. Даже во время использования. Накибь будет здесь задерживаться. И не будет накиби в чайнике. Нифига себе попробовать, что ли? А из чего это сделано? Сейчас я все посмотрю. Не ржавейка вроде бы. Что, может взять такую в чайник попробовать? Ничего себе, это что-то новенькое. А почему все остальные без этикеток? Моя с этикеткой. Ну, возьму 1,69. Это, с другой стороны, смысл какой. Если я кипячу, это все дело лимонкой. Давайте возьмем, попробуем. Работает, не работает. Так, здесь все для выпечки. А я, на самом деле, знаете, что в очередной раз пришла посмотреть. Ой, какая прелесть. Какие классные бутылки цветные. Термосы металлические. Я в очередной раз пришла посмотреть шарики для стирки этого самого пуховика. Еще раз решила попробовать. Сейчас мы с вами найдем. Многоразовые пакеты. Тоже хорошая штука. Но не за 14, не за 15 евро, я считаю. А, нож для чистки овощей. Я так и не купила себе. Сейчас посмотрим, с вами какой-нибудь симпатичненький. Вот такой мне неудобно держать. Я пробовала. Мне нужно, чтобы как... Ой, господи боже мой, что за руки. Мне нужно такой, чтобы держать его вот как... Вот так. Не знаю, как объяснить. Вот, вот такой. Один, 12 евро. Нет, друзья. За 12 евро я не готова. Нет. О! Ну и за 6, честно говоря, мне кажется, это дороговато. С другой стороны, может, он хороший. Хочу попробовать, может быть. Других-то вообще нет. 6 евро. Нет, не буду. Я такой в Дансе покупала за 2. И он меня вполне устраивал. Не хочу. Так. Вот еще. 2 в 1 с ножом вместе. Нет, не буду здесь ничего брать. Не хочу. Я, кстати, по-моему, не говорила вам, но мне совсем не нравится моя швабра. Вернее, даже не сама швабра. Швабра-то ничего. Мне не нравится ведро. Вот у меня вот такой смысл. То есть она вот так вот становится. Кучерявая такая. Мне не нравится, как ведро отжимает ее. Оно практически ее не отжимает. Сама от швабра ничего. А вот ведро не очень. Я думаю, может быть, купить опять вот такую вот. Но с ведром хочу. Который бы сразу... Вот такая вот у меня конструкция. Вот такая. Я кручу эту швабру в ведре. Нифига не отжимает ведро ее нормально. По крайней мере, для меня это ненормально. Это очень мокро. Вот они, эти шарики. Даже по-русски написано, по-моему, да. А это для сушки белья. Нет, мне нужны не для сушки. Мне нужны для стирки. А чем отличаются для сушки от для стирки? Интересно. Не нашла я, друзья, шариков для стирки. Я не знаю, для стирки и для сушки. Это одно и то же или нет. А еще знаете, чего нигде нет, не могу найти? Прихваток. Не варежек, а просто обычных прихваток. Что-то нет нигде ни в Икеане, ни здесь. Вы знаете, за что я не люблю этот магазин? За то, что они продают подделки. Видите, написано «Тоскани Кэмпбелл». На самом деле, это должно быть Янки Кэмпбелл. Я терпеть не могу, когда так делают. Считаю, что это очень нечестно. Но когда такой большой магазин продается, самое главное, что очень дизайн похож. Да и все похоже. И название похоже. Не люблю этого. У них тут, видите, целая, типа, своя серия. «Тоскани Кэмпбелл». Так, у меня остались продукты. Поэтому вчера в гости ездили, брали с собой игры настольные. Так, беру сразу с собой вот эти мои сумки. И вот так сразу. И иду в Лидл. Закрываемся. Приготовила себе уже монетку. Планировала поехать в Альди, но у меня нету однушки. Одного еврика тогда закрыла? Да. Слушайте, я машину поставила вообще, по-моему. А, да нет, ничего вроде. Ладно. Пойдет. У нас уже начали продавать тыквы для Хэллоуин. Даже вот такие декоративные маленькие есть. Разные всякие. Но я пока не буду брать. Я пока беру то, что нам... Блин, какие-то все твердые мандарины. Обычно в коробочках вот эти вот вкусные. Ладно, возьму. Вроде ничего. Так. Что еще? Персики можно взять. Только не дырявые. Ну, вот эти вот вроде ничего. В общем, я пошла... Я пошла на охоту за едой. Вот смотрите, даже в Лидл это, к слову, о том, что здесь популярны чипсы с уксусом. Это соль и яблочный уксус. Дальше где-то я еще видела бальзамический уксус. Где-то еще видела какой-то уксус. Ну, короче, это только в Лидл, где маленький выбор, в принципе, ну, небольшой выбор всего. О, здесь наверняка тоже какое-то... Нет, это тортило. В общем, популярный вкус здесь очень. Ну, все, началось уже. Штоллины появились к Рождеству. С одной стороны к Хэллоуину продукты, с другой стороны к Рождеству. Дед Мороза, вернее, Санта-Клауса. Интересная позиция. Так, ну что, а мы здесь... Здесь, как правило, всякие вкусняшки у нас лежат. Вот. И я люблю вот эти вот всякие штучки. Возьму это какие-то помидорные кусочки. Должны быть во вкусном соусе. Так, ой, помните, раньше популярные очень были штуки. Даже в моем детстве. Шоколадное, вернее, такое суфле банановое в шоколадной глазури. Раньше это очень было популярно. Так, что еще у нас тут вкусненького сладости? Как вам такой вариант сосисок? Они продаются уже в какой-то жидкости. Когда первый раз увидели, так удивились. Возьму, наверное, Ваньку чипсики. Порадую его чем-то. Он сидит там дома сопливый. Так. Какая-то шоколадка, но она с сахаром. С сахаром не будем брать. А что за яблочный сок? Гляньте, какой яблочный сок. Причем с таким осадком. Что здесь? Сейчас глянем. Яблоки, аскорбинка. Блин, 3,79 за такую бутылку. Ну, давайте возьмем, попробуем. Интересно, что за сок такой. Текс, пекс, телепекс. Больше. Я так понимаю, ничего интересного нет. Слушайте, целую тележку. Мне кажется, даже не подниму эту сумку. А, нет, ничего. Я думала, вообще никак невозможно будет. Нет, ничего. Вот это уже тяжелое. Ужас. И еще одна. Это, наверное, самое тяжелое будет, потому что здесь фрукты, овощи. Сейчас заболюсь. Вместе с этой сумкой. Мне осталось заехать только в польский магазин. Ну, может быть, еще в арабский заеду. Посмотрю. Сейчас Вове написала, спросила, нужно ли нам молоко или нет. Он сказал, что нет, молоко не нужно. Но, говорит, у Ванька сопли ручьем текут. Просто ручьем. Причем, знаете, если я сейчас приду, информация подтвердится. Я не знаю, есть ли смысл звонить, там, как, господи, надо сказать, семейному доктору. Потому что у него нет температуры. Я вижу просто по нему, что он прекрасно себя чувствует. Он насырится, как конь просто по дому. Вот. И у него, как вы не сглазите, хороший аппетит. И все. Ну, то есть я вижу, что он себя чувствует нормально. Вот. Я хочу позвонить, наверное, завтра GP. И спросить, нужен ли нам тест в таком случае. Но я думаю, что, скорее всего, если температуры нет, то тест нам не нужно делать. Вот. И не знаю по поводу школы. По его самочувствию он, конечно, готов в школу идти, вот, ну, на сегодняшний день. Но он же не будет там бегать, высмаркиваться, извините, каждые 5 минут. Я понимаю, что это и ему, наверное, дискомфортно, да. И для других детей, для учителей, вот это шмыганье носом, мне кажется, ничего приятного. Поэтому я сейчас посмотрю, как дело будет. Возможно, нам придется еще и школу пропустить. Я вам хочу сказать, что школу мы не пропускали по причине болезни уже года 2. Вот как длится пандемия. Мы не болели ни разу, по-моему. Поэтому пришла пора. Пришла пора. Надеюсь, что это просто ОРВИ. Надеюсь, что ничего серьезнее. Приволокли мисловой от домой к покупке. Еще я в этом хозяйственном магазине сразу покажу. Купила новую сидушку для унитаза. Пора уже менять. Дальше сразу покажу. Купила я еще масло эвкалипта. Это я сейчас сделаю в наш диффузер. Пусть Ванек дышит, сидит эвкалиптом. Написано, что это Essential Oil. Хотя оно дешевое. Купила вот такие вот штуки для прочистки засоров в раковине. Нам нужно на кухне почистить. И все-таки купила вот эту штучку, которая обещает нам весь налет впитывать в себя и не оставлять его на чайнике из висковой. Это, по-моему, все, что я купила в хозяйственном магазине. Остальное я купила в Lidl. В Lidl у нас здесь... Сейчас мы свет включим. У нас здесь обычный, в принципе, набор. Наверное, ничего такого суперинтересного я не купила. Хотя сейчас покажу. Сейчас покажу. Володь, иди посмотри. В Lidl была вот такая вот щетка за 3 евро, для очистки волового стекла внутри. У нас с тобой вечно залапанная истока. Вот. И... Кэр, фух, Кэр. Купила вот такую вот штуку для окон. Чем она меня привлекла? Тем, что у нее вот эта вот штука верхняя, она крутится. На сколько получается? Градус. В общем, короче, полностью ее можно крутить. Я попробую ей, может быть, мне удастся окна наши мыть и вытирать. В смысле, мыть другое, а хотя бы вытирать этой. Так, а так здесь из необычных каких-то вещей я купила кокосовую муку. Посмотрю сейчас какие-нибудь рецепты, что можно с кокосовой мукой испечь. Так, и здесь все наше, в принципе, обычная закупка. Какой-то был сыр вкусный с пеканом и с черносливом творожный. Взяла попробовать. Ну, в общем-то, ничего необычного. Так, и в польском, по-моему, ничего я такого не взяла. Но взяла в арабском наши любимые крылышки, которые уже в их такой фирменной замочке. В их фирменном маринаде, так сказать. Потом я взяла одну рыбку. Это Сибас. Ванька у нас любит запеченную. И немножко взяла креветок. Сделать роллы. И, может быть, останется на лапшу. Сделала лапшу с креветками. Плюс я купила кориандр. Ну, в общем-то, и все. Сейчас самое приятное, это разобрать сумки. Все уместить в холодильник. Блин, так неохота. Прям максимально оттягивает момент. Очень неохота. А мы тут собирались пойти в парк погулять. Смотрите, какая погода. Хотя сегодня дождя-то не обещали. Ужас. Вань, тебе что-то говорят. Все-таки мы выбрались погулять. Хотя время уже 7. Почти полседьмого. 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 смотрите летом вот на той стране ресторанчик просто выставлял столики на улицу а сейчас они поставили такие прозрачные палатки я думаю что там есть какие-то еще нагревательные вот эти приборы специальные чтобы на улице можно было сидеть хотя там довольно большое помещение внутри не знаю в чем необходимость ну вот так вот сделали что-то пусто никто не хочет либо дождь всех разогнал либо воскресенье столики пустые желающих особо нет посидеть а внутри много народа внутри полно народа вот только что сказал что мимо нас прошел футболист как зовут его робби кин который с бэкхэм играл с бэкхэмом играл в одной команде когда и он оказывается только что у него нас прошел а по мне прошел обычный мужик ничего особенного наверное для тех кто футбол за футболом следит они наверно его знают он здесь живет в ирландии мало хайди недалеко от нас оказывается зачем давай попить и что ты хочешь холодная нельзя только если не холодная ладно хорошо давай зайдем может папой можем а ты кофе не будешь мне чай можно взять я пить хочу сметь какие шоколадки нашла интересные розы и фисташка а ничего нет без сахара вот можешь поискать куки сноу-крем солеными этими все время называю как называется кренделями с этим со всяным молоком очень много разных это сладкий и острый лесной орех слушай здесь по моему нету сахара проверь по моему странно что они здесь не пишут знаете обычно все же гордятся тем что без сахара и указывают на упаковке а вот эти батлерс это ирландский шоколад есть это тоже все вот ирландский шоколад мы тут все утеплились потому что капец как холодно честно говоря вроде двенадцати градусов было в машине почему так холодно я погибла ну 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 Да, тут уже очень пучок, пучок на нас. Вань, танцуй, какие-то тут китайские. Вань, уши заболят, что потом будем делать? Ой, Вань, смотри, тут пельмени еще есть, наверное. Будешь в пельмешке? Да. А ты же уши. А я ничего не буду. Иди спрашивай, с чем есть. Спросите, Володь. А здесь что? Здесь что-то итальянское, наверное. Такос, нет, это мексиканское. А там? А там бургеры. Ну что, бургеры будешь? А они есть еще? Да, есть, есть. Ну давайте попробуем. Вот такие картинки. Скажи, папа, опять. Ну что, говори, давай открывай, посмотрим. Как называется? Пуппургер. Открывай, посмотрим. Так аккуратненько, скажи. Не-не-не. Не, 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 не. Проносили. А-а-а. Вау. О, как красивенько. О, даже очень. Булочка такая, мягкая, мягкая вообще. У нас она очень полезная. Какая булка. Не, не буду есть. Не, не буду есть. Булка прям растаивает во рту. Растаивает. Вкусненько? Вообще. Пойдем. Только кетчуп добавили, я думаю. Добавили. Добавили. Вообще класс. Добавили. Добавили. Пришли домой. Я хочу сразу сделать ваньку на завтра рыбку. Потому что оставлять ее в сырую. Это нужно в пакеты дополнительные заворачивать, чтобы она в холодильнике не протекла. Какую-то емкость класть у меня места только в холодильнике свободного нет. Я решила сразу ее сделать. Потом я ее в фольгу также заверну. И будет на завтра ваньку обед. Плюс еще мне нужно вове сварить спагетти. Он завтра с собой еду на работу берет из дома. Так что отправляем рыбку в духовку. Она быстро готовится. А я пока сейчас, наверное, займусь еще ванькиным пуховиком. Все-таки я его так и не зашила. У меня ниточки такие обычные, катушечные, хранятся в беспорядке. Вот здесь, в такой коробке от печенья. У кого еще так нитки хранятся? Я недавно прочитала, типа, ну шутка какая-то в интернете была. Что-то такое пришла назад. Вернулась в магазин для того, чтобы... Нет, то есть как там было. Короче говоря, купила коробочку, ожидала увидеть там нитки. Оказалось, что там печенье. Верните мне деньги назад. Вот. Да, мы уже, вот те, кто, не знаю, наверное, с Советского Союза, привыкли, чтобы в таких коробочках хранятся нитки. Мне кажется, у многих так. О, первое, что мне попалось, это вот такая коричневая нитка, которая шикарно подойдет. Ну, не совсем шикарно, но подойдет к куртке. Другой коричневой у меня и нет. Ой, не люблю. Вот я шить не люблю. Но буду пробовать. Буду пробовать по тайным швам, которые я посмотрела в интернете. В интернете, на самом деле, много вариантов. Там, знаете как, там много вариантов с заклейкой. С помощью там дублерина, с помощью еще каких-то там специальных, как их назвать, лент. Но у меня этого ничего нет. По поводу нашивок каких-то аппликаций у меня тоже нет. И я, честно говоря, не представляю, куда за ними ехать, где они продаются. Для меня самое вот простое сейчас попробовать зашить по тайным швам. Тем более, что у меня тут ровный такой вот порез, да, ровный край. И это достаточно легко должно быть. Во всяком случае, в теории. Не знаю, как там на практике окажется. Вот. И сейчас же засуну его тогда постирать, если у меня получится зашить. Надеюсь, мама не смотрит. Скажет, она в обычной ситуации говорит, Женя, зубы! Зубы жалко там. Зубы это дорогое удовольствие. Смотрите. Если бы у меня пух вот здесь вот не вылез в швах, я ничего, я старалась всячески просто старалась, чтобы этот пух не выпадал в дырочки. Если бы вот так вот он не вылез, то, в принципе, было бы практически незаметно. Вот я сейчас положу. Вот так вот. Ну, то есть, вот. Сейчас я вот думаю, при стирке, наверное, этот пух куда-нибудь отвалится. И будет нормально. Ну, пойдет. Я считаю, что пойдет. Нормально. Не покупать же новую куртку ради вот этой вот дырочки. Я считаю. Тем более, что она ему как раз. Все. Теперь в стирку. Сейчас я обработаю все пятна вот эти вот. Я надеюсь, что они оттираются. У меня есть хороший пятновыводитель. Вот. И... И курточка будет готова. Потом нужно будет еще ее вот так, правда, розетта, знаете, расчищать, разделять. Там внутри этот пух. Но ничего. Ну что, друзья, день очередной подходит к концу. Я хочу кое-что вам сказать. Значит, во-первых, мне сегодня моя зрительница Марина, тоже из Ирландии, прислала мне ссылку на статью, в которой говорится, что те две девочки, которые недавно пропали в Дублине, они, слава тебе Господи, нашлись. Единственное, что в статье не написано было, что в итоге случилось, при каких обстоятельствах. Ну, как-то вообще ничего, просто что они нашлись, и что с ними все в порядке. Вот. А я считаю, что... Ну, может быть, нужно какие-то другие статьи было поискать. Я не знаю, может быть, где-то есть какая-то, не знаю, другая информация. Мне кажется, что какие-то подробности писать нужно, чтобы мы хотя бы знали, на что внимание обращать. Ну, неизвестно, да, что с ними случилось. Ну, ладно, слава Богу, нашлись. И замечательно. Дальше. Сегодня я увидела комментарий. Знаете, как я увидела, вот на заблокированном экране телефона, я увидела, что пришел мне комментарий. Я не помню, от кого, и даже я не заметила, от кого. Там было написано о том, что мои видео публикуются в каком-то сообществе где-то. И у меня к вам очень большая просьба. Тот человек, который написал мне этот комментарий, пожалуйста, там была прикреплена ссылка на это сообщество. Вы можете мне еще раз этот комментарий написать, только без ссылки, потому что YouTube почему-то блокирует такие комментарии, и я не могу его прочитать. То есть я в заблокированном виде, я вижу, что такой комментарий пришел, я его открываю, а комментария нет. Поэтому я даже не могу прочитать, что там написано, и уж тем более никакую ссылку не могу увидеть. Пожалуйста, напишите мне интересно, где же, в каком сообществе публикуются мои видео, из чего вдруг. Я что-то не знаю, я не помню, что... Я сама точно нигде ничего не публикую. Я не помню, что мне кто-то что-то говорил по поводу публикации моих видео. В общем, мне интересно очень, что за сообщество такое. Пожалуйста, напишите без ссылки, я сама как-нибудь попробую найти. Вот. Еще хочу поделиться с вами тем, что я закончила смотреть сериал. Сериал называется «Мэйр из Истауна». Наверное, многие из вас его уже смотрели. Это достаточно новый сериал с Кейт Уинслет в главной роли. Почему-то я обходила его стороной и не смотрела, и зря не смотрела. Сериал классный, я посмотрела его на одном дыхании. Он в моем стиле. Вот я люблю такие сериалы, прям полностью мой. Если вы посмотрите, вы будете знать, какие сериалы мне нравятся. Ну, в том числе. Что меня поразило? Не то, что поразило, приятно, порадовало, что ли, вот так вот. Сам сериал, он достаточно, ну, ничего там такого вау в нем нету. Да, интересный, да, какой-то своей атмосферой такой, с какой-то картинкой такой. Как бы это объяснить? Ну, вот что-то есть в нем, что-то вот такое, отличительная какая-то черта в нем есть. Что меня больше всего поразило? Как Кейт Уинслет выглядит в этом сериале? Дело в том, что я смотрела один единственный фильм с ней, по-моему, если мне память не изменяет, это «Титаник». И после этого у меня Кейт Уинслет ассоциируется с такой голливудской дивой, с укладкой, с макияжем, с красивой там фарфоровой кожей, с Леонардо Ди Каприо, с «Титаником», в конце концов. А здесь она совершенно обычная, как мы все с вами, там, сорока с лишним летняя женщина, с нормальными такими, знаете, процессами старения, взросления на лице. Мне так нравится, что сейчас, мне кажется, появилась такая тенденция к естественному старению. Мне это безумно нравится. Я считаю, что уходит вот эта вот эра. Да нет, наверное, не уходит, обманываю я, никуда она не уходит. Хотя сказать, эра вечно молодых лиц. Нет, наверное, не уходит. Но в любом случае мне ближе, особенно актрисы, публичные женщины, мне ближе те, кто стареют или взрослеют с достоинством, вот я имею в виду, неся какие-то возрастные изменения на своем лице с достоинством, вот так. Вот Кейт Уислет абсолютно по-другому для меня раскрылась. Я на нее посмотрела, вот в первую очередь, как на женщину. Вот она в этом сериале, в первую очередь, женщина. Не героиня, не актриса, не какая-то там светская дама или еще что-то в этом духе. Она просто женщина там, и это просто, ну, очень круто. Вот. Не каждая актриса, мне кажется, рискнет сняться вот в таком вот естественном, натуральном виде. Я не так давно смотрела сериал с Николь Китман и Хью Грантом. Я не помню, как называется. Тоже достаточно новый, современный сериал. Как он называется? Отмотать назад или что-то такое, вернуть назад, как-то так, по-моему, если я не ошибаюсь. Так вот, Николь Китман, которая даже старше Кейту Инслет, по-моему, если, опять же, я не ошибаюсь, она выглядит хорошо. У нее прекрасная фигура, у нее замечательные волосы, она очень харизматичная, она интересная, в ней есть какая-то изюминка, она может нравиться или не нравиться, но ее нельзя назвать одной из. Николь Китман все-таки она достаточно, ну, какая-то интересная, выделяющаяся. Так вот, мне кажется, что она тоже вот в том сериале могла бы выглядеть, ну, как-то более естественно, что-то для своего возраста. Она там такая, ну, прям вот слишком неухоженная, не знаю, как сказать. Ну, косметолог хорошо там, как минимум, косметолог там хорошо поработал. Вот, короче, к чему я все это говорю, к тому, что если вы еще не смотрели сериал этот, ну, наверное, кто-то еще не посмотрел. Посмотрите, это интересная такая детективная история, хорошо поможет вам скоротать холодный осенний вечерок и потрясающая Кейт Уинслет. Я настолько впечатлилась ею, как женщиной во всех смыслах этого слова, ну, и как актрисой в том числе, мне кажется, она очень хорошо сыграла, что я открыла в Википедии ее фильмографию и обязательно посмотрю какой-нибудь фильм и сериал еще раз. Не еще раз, еще один, а может быть еще раз этот посмотрю, потому что мне понравился. Вот, значит, пуховик зашит, постирано, он сейчас дополнительно отжимается для того, чтобы с него вода не текла, а Ванек собирается купаться и спать. Завтра в школу он у нас не идет, это будет такой профилактический день дома. Я думаю, что ему комфортнее будет посидеть дома, чем в школе с заложенным носом сидеть. Вот, и Вова что-то там внизу делает, может быть, к работе готовится, не знаю. Я здесь сижу, вяжу. В общем-то, на этом сегодня все. День наш заканчивается и видео заканчивается. Хорошего вам настроения. Интересной рабочей недели. Хорошего самочувствия. И увидимся с вами снова в новом видео. Пока-пока. Пока-пока.